И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен одному замечательному событию с рейтингами. Как вы знаете, уже довольно длительный период времени у нас не выходило ничего по рейтингам, хотя раньше это была довольно-таки актуальная, интересная рубрика, которая выходила на довольно-таки частной основе. Но сегодня есть то событие, которое я никак не могу пройти стороной. У нас в игре есть трёхсотая легенда. Я, конечно, уже немножечко запоздал, потому что она уже не трёхсотая, а трёхсот вторая, но сути дела не меняет. Это всё тот же самый Борисик, Борисик, наш любимый Борисик, Борис 4.3.11. Он уже сумел добраться до трёхсотой легенды и идёт дальше. Это абсолютный рекордсмен и, как я уже сказал, такой момент я никак не мог пропустить. Что касаемо его аккаунта и самого рейтинга и личных достижений во всём, то УП у него, ну, прям максимально солидное. Это 2.71 для такой легенды, для такого звания. Это очень жёстко. Ну и что касаемо его коэффициента, то он тоже равен около двоечки. 117 миллионов кристаллов заработано у него на аккаунте. Если, например, сравнить его с тем же Мишанечкой, у которого 93 миллиона, вы сами понимаете, насколько жёстко задротит Борис и насколько крутой коэффициент он имеет для своей легенды. К слову, у этого молодого человека довольно длительный период времени. Была очень хорошая позиция по эффективности, но после того, как Мишаня начал его догонять по легенде, Борис бросил все свои начинания и места по эффективности, забил на это дело, ну и никак не хочет потерять первую строчку по легенде в танках. Такое себе, конечно, достижение и цель, но он ей следует, и именно этот человек сумел первым добраться до 300 легенды в танках. Я, честно, не знаю, сколько надо играть и сколько нужно ежедневно времени уделять этой игре, но за неделю он набил 450 тысяч опыта, то есть это в среднем порядка 70, чуть меньше, да, тысяч опыта ежедневно. Вне зависимости от коэффициентов и прочего, да, то есть сегодня у нас, к слову, тоже среда, уже соточка есть. То есть если у нас пятница, суббота, воскресенье повышенная будет, то, понятно, он будет больше еще фармить, фермить, еще больше будет зарабатывать. Но это очень жестко, да, то есть если сравнить то, сколько я поднимаю опыта, да, то есть 160 тысяч, это в среднем где-то по 2-3 часа игры ежедневно, ну и 440, это в 2,5, чуть ли не в 3 раза больше. Жестко, 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 что я могу сказать по этому поводу, по аккаунту. И если уж немножко пройтись посмотреть, ну почти по полмиллиона расходки слито, использовано 2 миллиона припасов, это не какой-то там тишинчик, да, знаете, который там прожимает много расходки. Обычный статистический матчмейкинговый игрок, который безумно любит арту, на который он набил 34,5 миллиона опыта за всего лишь 4 тысячи часов. Это очень хороший результат по коэффициенту, да, я видел очень большое количество игроков, которые, к сожалению, огромному такие цифры никогда в своей жизни суметь сделать не смогут, да, играют много, но набивают довольно-таки мало. Что касаемо Бориса, то он хоть и не супер-мега-крутейший жесткий фармер по скорости, но его цифры тоже довольно жестко впечатляют, и эти цифры тоже довольно-таки достойные. Ну и если уж немножечко истории вам приложить, то в свое время этот игрок тоже очень сильно увлекался про битвами, ББПшками в режиме ЦП, очень часто играл всякие марафоны, ну и прочие другие интересные бои, зарабатывал там тоже довольно хорошие кристаллы, грабил катки, ну и поднимал всю эту эффективность изначально непосредственно в ББП боях. Теперь же все вы знаете, что это уже не актуально, ну и Борис полноценно все это продолжает делать только уже в матчмейкинговых боях, ну и как вы видите у него в этом плане все получается. Нет никаких особых проблем, он стабильно держит свои позиции. Если где-то полгода назад отрыв Бориса, да и, наверное, где-то полгода назад был видеоролик, я уже не помню, можете написать по этому поводу в комментариях, когда у нас была 200-я легенда, я записывал видос, и тогда у них с Мишей отрыв был где-то минимальный, около 5, наверное, легенд, да, и теперь уже этот отрыв, как вы видите, 40 легенд, 40 легенд, да, то есть насколько жестко Борис забросил всю эту эффективность, забил на нее и просто дает жару, дает отрыва, хотя в свое время далеко не он занимал первые позиции по опыту, что были такие игроки, как Донт Паник и другие, да, которые на протяжении долгого периода времени занимали первое место по опыту в танках, но теперь же у нас есть безоговорочный лидер, который, ну, просто очень жестко и быстро улетает по легенде от всех. Я не знаю, куда он летит и зачем так жестко лететь, чего он хочет, возможно, он хочет тысячную легенду поднять уже там через пару лет, теперь это, наверное, реально, наверное, реально, да, и если у нас разработчики продолжат давать вот эти вот дополнительные коэффициенты к опыту, и у нас там, к слову, там за день будет возможность поднимать там по две легенды, то, ну, почему бы и нет, почему бы и нет, если у человека есть желание, есть мотивация формить, да, так бешено, ну, значит, флаг ему в руки, и пусть дальше растет, а я в свою очередь буду данные моменты фиксировать. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, связанные с рейтингами, с определенными рассуждениями по этому поводу, и вы хотите их видеть чаще, то обязательно не забывайте поддерживать данное видео ролик лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну, и также нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну, и если у вас есть какая-нибудь определенная интересная тема, либо игроки, по которым вы бы хотели увидеть какие-то обзоры с рейтингами, все это раньше было, но сейчас, ну, как-то, может, неактуально, может, у меня нет мыслей по этому поводу, если у вас есть какие-то идеи, связанные с рейтингами, то напишите по этому поводу обязательно в комментариях, я стараюсь все ваши комментарии читать, по возможности даже на какие-то интересные мысли могу отвечать, ну, и будет что-то жесткое, может быть, сделаем в ближайшее время видосик еще по рейтингам. У меня, друзья, на этом сегодня все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем! Пока!